ГИБДД Муравленко провела профилактическую операцию ребенок-главный пассажир. За несколько часов дежурства автоинспекторы выявили нарушителей, рассказывает Инна Юшина. С начала года на территории обслуживания госавтоинспекции Муравленко произошло более 350 дорожно-транспортных происшествий. В двух авариях пострадали пассажиры-дети. Так, 29 августа 2018 года на 343-м километре автодороги Сургут-Салехард. Водитель автомобиля Нифас не предоставил преимущества в движении автомобилю Лексус. В результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадал несовершеннолетний пассажир. Для того, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия. Одно из них – операция «Ребенок-главный пассажир», в ходе которой особое внимание уделяли правилам перевозки несовершеннолетних в автомобиле. Наряды ДПС патрулировали вблизи дошкольных учреждений. Их главная задача – не наказать, еще раз напомнить о правилах перевозки детей. На переднем пассажирском сидении перевозить ребенка можно только с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенку до 11 лет включительно. На заднем пассажирском сидении такие требования предъявляются к детям до 7 лет. После 7 лет можно перевозить ребенка, пристегнутого штатным ремнем безопасности. Как выяснилось, в ходе рейда водители в большинстве своем знают о правилах перевозки маленьких пассажиров. Я считаю, что безопасность прежде всего, и обязательно ребенок всегда пристегнут, и в свое специальное сидение. Переживаем за жизнь близкого самого родного человека. Для обеспечения безопасности юных участников дорожного движения в этом году возле детского сада «Дельфин» сделали ремонт внутридворовых и прилегающих к учреждению территорий. Расширили проезжую часть, обустроили стоянку и тротуар. Для безопасности пешеходов перекрыли сквозной проезд между 20 и 22 домом на улице Пионерская. Уважаемые водители, обращаем ваше внимание, что установленное скорость движения в жилой зоне составляет 20 км в час согласно правилам дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим и будьте бдительны. Поменьше машин стало, ну и, соответственно, структура поменялась, но и лучше стало. Оно удобнее, но все равно здесь нет тротуара там дальше. Все равно на дорогу выходишь. Надо продолжение делать. А водители вы видели, чтобы здесь нарушали скоростной режим, быстро проезжали? Не видела. Сколько хожу, всегда где-то притормаживают и вроде бы плохо. Вы здесь видели, чтобы водители нарушали скоростной режим? Нет. Чтобы быстро не ездят? Нет, быстро не ездят. Очень внимательно все смотрят, потому что детки здесь. За два часа рейда сотрудники госавтоинспекции составили четыре административных материала за нарушение правил перевозки детей. За это предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Инна Юшина, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко.